Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 апреля, день Антипа, назван в честь святого священно-мученика Антипы, епископа Пергамского. Во время великого гонения на христиан были рассосланы указы, чтобы христиане беспрекословно повиновались царским велениям, приняли языческую веру и поклонились идолам. Антипа отказался. Тогда нечестивые схватили святого мужа и повлекли к храму Артемиды, где находился медный болт. Раскалив всего вола, они бросили в него святого мученика. В это время начинался ледоход, поэтому этот день называли днем Антипа-половода. Для того, чтобы разлив был большой, проводили большое количество обрядов. Ведь хороший разлив был знаком урожайного и благоприятного лета. Православной церкви почитали память святого Антипа. Считали его целителем, который лечил от зубной боли и некоторых других недугов. В этот день советовали лечить зубы. Был такой обряд. Если болел зуб, то сегодня надо было приложить к нему серебряную монетку, а потом вынуть и, проделав отверстие, подвесить к иконе святого Антипия. После проведения такого обряда зубы перестали беспокоить человека. Поэтому на Антипа нужно лечить зубы народными методами. Приметы. Если утром небо красное, вся весна будет дождливой и ветреной. Если лед на реках еще не растаял, лето будет холодным. Дождь на Антипа. Грибному лету. Морозное утро с ясным солнечным днем обещает быстрый рост яровых. Снег выпал после половодия, будет не урожай, а зимых. Зацвела верба к потеплению. Морозное утро и солнечный день к быстрому росту яровых. Вода разливается во второй раз больше, чем прежде. Поздний посел принесет урожай. Ударили заморозки. Будет хороший урожай круздей. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok